Привет всем, с вами Ирокес и с 27 марта на основных серверах игры PlayerUnknown's Battlegrounds появляется новый ивент пасс под названием Wildcard, который содержит в себе 70 уровней, ну и естественно новые скины, эмоции и другого контента. Давайте же сейчас полностью его разберем, посмотрим легко ли будет его апать, что нам дают бесплатно, что нам дают за премиум и так далее. Небольшая рекомендация и мы начинаем! А спонсор данного ролика компания 1xbet, если вы шарите в спорте и киберспорте, то ссылка для вас в комментарии, там еще есть промокод с бонусом на 6500 рублей, пользуйтесь, на здоровье, всем спасибо! Ну что же, давайте начнем с обзора самого ивент пасса, что же он в себе содержит. Здесь нужно отдать должное, разработчики постарались и сделали его направленным не только на покупку премиума, но и при этом на бесплатные награды тоже раскошелились и можно более-менее что-то адекватное получить. Давайте же посмотрим. Сначала смотрим графу Free, здесь у нас 300 батлпоинтов, но это вообще смешно. Какая-то новая анимация для лица тоже не сильно отличается от стандартной и вот это очень интересно. Синий купон, мы к ним вернемся чуть позже, но запомните, что дан нам пока что один синий купон. Опять же, 300 бпшек полная фигня. Новая прическа, ну не знаю, чем-то мне напоминает такого умственно отсталого Геральда из Ведьмака, но если кому-то нравится, окей. Опять же, 300 бпшек тоже фигня, еще один синий купон, уже два. Скин на рюкзак, скорее всего, это первого левела, в принципе, неплохо, скинов на рюкзак у нас еще не было, тоже за бесплатно спасибо. Вот такая вот курточка, ну, блин, ее плохо видно из-за того, что у меня одета, ну, в общем, такая себе средненькая. Опять бпшки, фигня, еще один непонятный скин волос, не знаю, зачем они их добавили. Третий по счету купон, опять же, лицо неинтересно, нас как раз интересуют купоны. Четвертый. Пятый и шестой на шестидесятом левеле, а дальше еще даже седьмой, далее синий на семидесятом. Вопрос, что это за купоны и зачем они нужны? Если вы зайдете в магазин, то вы здесь увидите, что за три синих купона можно купить случайный ключ. А это означает, что если вам дается за бесплатный доступ аж семь купонов, то вы можете получить два бесплатных ключа. Напоминаю, что каждый ключ стоит 2,5 доллара, ну, там, 2,25 в магазине PUBG. То есть, по факту, это практически 5 долларов профита. По идее, это так. Но проблема в том, что данные ключи, скорее всего, не будут иметь возможность быть проданными на торговой площадке. А значит, только открывать кейсы. Ну, а когда вы открываете кейсы, в большинстве случаев попадает всякая херня. Поэтому их ценность, на мой взгляд, сильно преуменьшена. Не 2,25 из-за того, что нельзя будет продавать. А если и эти айтемы, которые вы откроете, тоже нельзя будет продавать на торговой площадке, то, ну, тогда с них очень мало толку. Скорее всего, будет именно так, как я описал, потому что разработчики не делают ивент пасс именно каким-то профитным для перепродажи. Но если хоть что-то из этого можно будет продавать на ТП, то, конечно же, это очень крутая тема. Также вы еще можете видеть, что 3 желтых купона и 4 белых можно обменять на 1 синий. Это тоже очень круто. Почему? Каждый уровень вам дается награда за выживание. И ранее, как раз-таки в предыдущем Викенде Ивент Пасс, это был 1 случайный купон. Синий, желтый или белый. Значит, сейчас у нас есть, ну, получается, 69 уровней, потому что за первый ничего не дают. И 69 случайных купонов. По факту, даже если это все будут белые, по идее, они тоже должны даваться без премиума, абсолютно стандартно. И если 69 белых купонов, это самый вообще невезучий вариант, самый неприятный, то вам будет возможность обменять их на 17 ключей. Согласитесь, это круто. 17 ключей это очень много. Ну и такие цифры как раз наводят на мысль о том, что ни сами ключи, ни айтемы, которые вы получите с помощью их открытия, не будут доступны на торговой площадке. Но все равно, если хотите обзавестись скинами, при том, ну, практически бесплатно, да, придется только кейсы купить, но они там сколько, по 10 копеек стоят, вот, то все у вас получится. И по факту бесплатный премиум радует. Вопрос, можно ли его оптать на 70 уровней? Да, это вполне реально, чуть позже мы к этому перейдем. Давайте же сначала посмотрим награды, которые нам даются в нынешнем премиуме. Я буду бегло смотреть все скины, там еще есть непосредственно в заданиях, но давайте так, маленький обзорчик. Неплохая куртка, вполне достойно выглядит, оружие кюбу, скинов на кюбу я пока что не помню. Револьвер R45 не сильно используется, поэтому, ну, такое себе. Еще один ключ, просто так, бесплатно, спасибо, интересно. Вот такая вот майка, ее тоже здесь плохо видно, ну, вообще стандартная. Эмот, цена которому 5000 батлпоинтов, любой эмот стоит 5000 батлпоинтов. Скин на Сайгу неинтересно, скин на Наган, ну, тоже такое себе, если честно. Вот такой вот более-менее неплохой куртец, очень обыкновеннейшая вообще футболка, таких, по-моему, в PUBG невероятное множество. Кепка такая похожая тоже была, очки тоже есть такие, довольно-таки дешевые и при этом очень-очень похожие. Ну вот уже интересно, это скин на рюкзак. Он прикольный, скинов на рюкзак не было еще, поэтому это такой некий эксклюзив и за такой скин стоит побороться. Далее скин на Глок, тоже ничего особенного, клетчатая рубашка, вполне стандартная, вот такой вот очень, не знаю, галантный или как его назвать, эмот, ну, в общем, сами поймете, а то меня забанят. Скин на ВСС, который мне понравился, очень неплохо выглядит, прикольный и скины на ВСС сами по себе, ну, не самое частое такое явление. Обычные штаны, новый еще один эмот за 5000 бпшек, скин на обрез, тоже ничего важного. Юбка, юбка это очень неплохо, они обычно ценятся. Далее, ну, сапожки только разве что для азиатов подойдут, чтобы босиком не бегать. Вот такой неплохой пиджак, пиджак реально стильный, кайфовый, мне очень понравился. Кстати, пропустил танец, ну, ладно, хорошо, что пропустил. Скин на арбалет, тоже бесполезная, на мой взгляд, тема. Тупо пожилой Наруто, ага, понятно. Вот, еще одни туфли, они, видимо, подходят к тому пиджаку. Еще один скин на рюкзак, они оба, видимо, будут второго левела, но предыдущий кожаный мне понравился больше. А обычные штаны, тоже ничего сверхъестественного. Скин на G36C, еще не было этого оружия именно в скине, поэтому тоже некий эксклюзив, приятно. Поклон, да? Неплохо так выглядит. Вот такие вот туфли с чулками, вот это прям реально кайф, особенно на мужике выглядит отлично. Ну, усилители БПшки, прочую фигню я не смотрю, потому что это, ну, ничего интересного. Вот такой вот неплохой эмоторок звезды, пистолет тоже совершенно обычный не интересует, жилетка тоже такая уже есть черная, стоит там 5 рублей или сколько-то так. Еще один ключ, что тоже более-менее приятно. Вот такой вот топик, очень они ценятся черные на торговой площадке, стоят, ну, нормальных таких денег. Очки, по-моему, были уже такие похожие очки, тоже ничего интересного. И платье, если у вас дамский персонаж, да и на мужике неплохо выглядит, вполне неплохо. То есть, в принципе, есть довольно-таки годные скины. Вот еще пропустил танец. В принципе, есть годные скины, за них можно побороться. Ну и давайте же теперь посмотрим, что нам предлагают в миссиях и получится ли нам апнуть все эти 70 левелов. Здесь тоже очень приятная тема, раньше все было практически в премиуме, сейчас немножко иные ситуации. И ежедневная миссия, каждый день мы получаем 4,5 тысячи опыта, миссии можно свапать до 3 штук. И они абсолютно бесплатные, вы можете сами видеть здесь иконочку free. Все подсчеты я расскажу чуть позже, давайте, в принципе, глянем на эти миссии. Выпить один энергетик, изи, достичь топ-30 в соло, тоже изи, совершить 4 убийства в одном матче не тяжело. Задания явно облегчили, они все стали более адекватными. Давайте глянем еженедельные. Здесь уже есть разделение между бесплатным и премиум доступом. Бесплатно вы получаете 12 тысяч опыта в неделю, премиум доступ еще плюс 30. Это мы тоже посмотрим. Что у нас здесь? Восполнить 200 дней здоровья за одну игру? Легко. Использовать бинты, малую аптечку, большую в одном матче? Легко. Выжить 15 минут? Легко. Достичь 15 в режиме дуо? Легко. Все задания реально очень простые и адекватные. Ну, сами можете потом еще глянуть. Я так более-менее, может, в видео вставлю. Дальше начинающий. Здесь у нас тоже все миссии бесплатные. Можете сами глянуть. Их 10 штук. И каждая по 3000 опыта. То есть 30 тысяч XP. Тоже адекватные все задания. Сыграть в соло-матч, используя быструю игру. Войти в режим тренировки. Приобрести предмет в магазине. Ну, все очень легкое в магазине. Можно ящик купить. Не обязательно донатить. То есть, там, сколько он стартовый стоит? 700 БПшек. Ну, в общем, вы поняли. Тоже все очень-очень просто. Дальше премиум. Естественно, судя из названия, он для тех, кто купил премиум доступ. Здесь совершенно немного. Всего лишь 15 тысяч опыта. Но при этом даются еще вот такие скины. И скин на рюкзак третьего уровня. Мне кажется, за него стоит побороться. Остальные, ну, так себе выглядят. А рюкзак довольно-таки неплохой. Есть еще своеобразный эмот. И еще одно платье, но уже красное. Так что, если кому-то вдруг понравилось, то тоже можете попытаться забрать. И новый элемент вызов. Предыдущий был не очень интересный. Здесь он разделен по оружиям. Вам с каждого оружия нужно выполнить задание. Единственное, что почему-то не написано, бесплатные они или премиум. Но, поскольку нет иконки премиум, я их причислю к бесплатным. Здесь каждое задание по тысяче опыта. И для того, чтобы перейти к следующему, вам нужно выполнить предыдущее. Всего я посчитал. Их здесь 36 заданий. То есть, 36К опыта. Ну, для сравнения, это 3,6 уровня. Ну что ж, давайте теперь перейдем к математике. Ежедневные задания, выполняемые каждый день, вам всего принесут 315 тысяч опыта. То есть, это 31,5 уровень. Также, со всех бесплатных заданий, включая вызов, вы еще можете получить 18,6 единиц опыта. Итого, бесплатно, выполнив абсолютно все задания, не пропустив ни единого дня, вы сможете апнуться на 50,1 левела. В принципе, не 70, согласитесь, да? Но, есть еще один очень важный нюанс. Он заключается в наградах за проведенное время в игре. Здесь не сказано, с какой частотой они начисляются, но написано, что максимум можно сделать 4800 в день. То есть, иными словами, вы играете непосредственно за саму игру, вам начисляется какой-то опыт. По идее, с премиумом он будет начисляться быстрее, но лимиты должны быть одинаковые. Итого, 4800 на 70, то есть 70 дней у нас всего будет идти данный ивент. И здесь получается 33,6 левела. И здесь мы прибавляем 50 и одну десятую, и получается 83,7 левела в теории можно апнуть за все время. Из 70, это бесплатно, повторюсь, без премиума. И здесь уже довольно-таки легко, то есть есть такой оверпак, и получается можно играть даже, ну, относительно не каждый день. Поэтому, в принципе, все 70 левелов бесплатно апнуть можно, ну и получить какие-то плюшки. Платно же все еще легче. Мы прибавляем еще 30 левелов с заданий, там еще полтора есть с премиум заданий, где скины, и еще 5 левелов есть в самом ивент пассе. Вот такие награды по каком-то количеству XP. И получается, что с премиум вообще можно апнуть 123 левела. Ну, из возможных 70, естественно. Там потом будут дальше еще какие-то начисляться только награды за выживание, больше никаких идей не будет. Но с премиум вообще можно не париться и спокойненько себе выполнять, ну, можно сказать, половину заданий. И вы все равно все сделаете, если будете играть и получите все награды. Резюмируя, в принципе, ивент пасс довольно-таки неплохой. Мне кажется, что 600 рублей можно за него отдать, если вы хотите получить премиум скины. Довольно-таки немалое количество ключей. Но, опять же, помните, что это будет непередаваемо и непродаваемо на торговой площадке, а только ради вашего аккаунта. Ну, а если вы не заинтересованы в получении каких-то скинов и вам оно, в принципе, не надо, то можете ради интереса повыполнять задания, получать бесплатные награды. Тоже, почему бы нет, они в этот раз более-менее адекватные. Ну, что же, рассказал все, что знал, поэтому удачи вам в апании боевого пропуска, в получении левелов. Ну, и сейчас это гораздо легче, чем было в случае с Викенде. На этом все. Если видео вам понравилось, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Также напишите в комментариях, собираетесь ли вы покупать ивент пасс. Будете ли вы прям потеть, чтобы апнуть все 123 левела, которые только возможны. Ну, естественно, это ни к чему. Достаточно дойти до капа до 70-го. Ну, и всего вам наилучшего. И до новых встреч. А следующее видео... Уже совсем скоро. Продолжение следует...